Бум, сел уже. Сейчас надо конопать. Равиль Гайфулин практически один в поле строитель. Соседей по пальцам пересчитать. Хотя выделять земли многодетно в Высокогорском районе начали 6 лет назад. Недавно провели электричество, но еще не подключили. О воде и газе здесь пока только мечтают. Если коммуникации было бы, шевеление все равно было бы. Потому что люди-то... Потому что воду возить... Ладно, у нас машины есть. А у кого машин нету, откуда что возить? Это все воду привезти, сколько по деньгам тоже. Отец пятерых детей подсчитал, чтобы провезти воду из соседней деревни нужно минимум 100 тысяч рублей. Для коммунальной инфраструктуры необходима своя инвестиционная программа. Ведь вскоре по соседству с Равилем вырастут еще дома. Вот это чистое поле вскоре передадут городу. Оно находится в восточном поселке Каймара Высокогорского района, площадью почти 3 гектара. Построить здесь свои дома смогут 40 семей. Ожидается, что землю переведут в муниципальную собственность до конца этого года. 100 семей смогут выбрать землю и в Сокурах Лаишевского района. Там выделят 17 гектаров. Предлагают многодетным участке и вблизи Больших Дербышек и Кульсиитова. Люди порядка очереди приглашаются. Если человек приглашает на Лаишевский, а он хочет на Высокогорский, соответственно, они отказываются, ждут очередь. Имеется возможность два раза отказаться, ну три раза отказаться от предоставления земельного участка после трех, правда, включается. Шесть лет назад, когда программа только заработала, в очереди стояло чуть больше тысячи человек. Сейчас многодетных семей в Казани 11 тысяч. Земли на всех не хватает. 300 гектаров мы уже изыскали, но это оказывается недостаточно. Сейчас нужно еще более тысячи гектаров земли. В очереди сейчас стоят более 6 тысяч семей. До конца года выбрать участки смогут почти 2,5 тысячи. Для остальных – надежда на федеральные земли. Сейчас решается вопрос о переводе на баланс города более полутора тысячи гектаров в Высокогорском районе. Анна Городнова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин